Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили, и сегодня я снимаю второе видео за день. Сегодня у нас с вами будет пицца, вкуснейшая домашняя пицца маминого приготовления. Готовится она буквально за 10 минут. Рецепт будет в инфобоксе. Не обращайте внимания на мои губы. Я сначала накрасила красную помаду матовую, потом никак не могла остирать. И вот такое ощущение, что я, не знаю, всю ночь целовалась, так скажем. Потом накрасила нюдовый какой-то оттенок, потому что красная смотрелась как-то, ну, слишком вульгарно, на мой взгляд. Вот, и давайте приступим. Значит, я в сегодняшнем видео вам намекнула, так можно сказать, о том, что в детстве я тоже была жертвой. И даже сейчас я не могу вам рассказать об этом, об этой истории, которая живет у меня внутри, ну, где-то 15 лет, да. Я не могу о ней вам рассказать, потому что я, опять же, боюсь какого-то осуждения, не знаю. Я эту историю рассказала своему парню, и он мне сказал, что никогда и никому не рассказываю про это. Я не знаю, почему он так сказал. Вот. Поэтому меня так задело именно слова Регины. Ей повезло. Она жила в хорошей семье, все было круто. У меня семья тоже была хорошая. Но у меня был сосед, который был немножко больной на голову. Я была ребенком и не осознавала, что он делает. Ну, в общем, когда-нибудь я обещаю вам, что я расскажу эту историю когда-нибудь. Но сейчас я не готова к этому. Не знаю, почему. У меня вот прям... Я начинаю об этом говорить, и я сразу начинаю как-то волноваться. Мне как-то становится не по себе. Просто я вам скажу так, никогда не осуждайте людей, которые подвергаются какому-либо насилию, даже психологическому насилию. Легко сидеть на диване и рассуждать на эту тему. А я бы сделала так, а почему-то не рассказала родителям, почему-то не рассказала, не знаю, в полиции и так далее. Это все легко говорить, когда это тебя не касается. Запомните это. Вы не знаете, что в душе у этого человека, который жертва на самом деле. Поэтому, ну, в общем, давайте закроем эту тему. И я очень прошу вас больше никогда ничего. Тебе когда-нибудь надоедали родственники? Мы с родственниками не очень тесно общаемся на самом деле. Особенно со стороны папы. Потому что они все живут в России, далеко от нас, поэтому мы с ними не общаемся. Не то, что не общаемся, общаемся. Просто близких каких-то контактов нет. Я не могу сказать, что я целыми днями с ними переписываюсь. Но также мы не в ссоре. Больше всего я общаюсь с двоюродной сестрой, с маминой стороны. А так, чтобы прям родственники надоедали, такого, если честно, не было. У меня просто у мамы есть такая, знаете, нехорошая привычка. Она всегда... Не то, что заставляет, а начинает. Ну, вот позвони, не знаю, тете, позвони, там, не знаю, двоюродному брату. И так далее. Да и вообще, когда у тебя в родственниках есть твои ровесники, то есть ты можешь общаться. Так как мой папа самый маленький в семье. И мама тоже. Мои все двоюродные братья, старше меня. Двоюродные сестры, у всех семьи, дети. И, естественно, нам не очень интересно друг с другом, потому что разные темы для разговоров, разные, не знаю, взгляды на жизнь. Мне интересны, например, тренды в тиктоке. А ей интересно, какую оценку получила ее дочка в школе. Очень разная, да? Именно разница в возрасте очень сильно чувствуется. Хотя, когда видимся, с удовольствием общаемся. Что насчет карантина, будешь ли гулять? Значит, ребята, у нас, кстати, закончился карантин, ну, можно так уже сказать, потому что уже открылись многие магазины. И потихоньку снимают все ограничения. Потому что болезнь идет на спад, и слава богу. Но пока что я гулять не собираюсь. Да даже в салон мне нужна лазерная операция, но я не иду. Мне кажется, сейчас в салонах будет очень плотная запись клиентов. Мало ли что, лучше переждать дома. Я просто завтра пойду к Шелле и останусь у нее. Ну, как-то, чтобы развлечься, потому что надоело уже сидеть дома. Мама, я и бабушка. Не хватает общения и так далее. Поэтому завтра я снимать мукбанги не буду. Может быть, даже и выкладывать видео тоже. Хотя можно влог для вас снять. Ну, что там снимать? Айка, привет. Меня зовут Мария. Мария, тебе огромный привет. У меня такой вопрос. Айка, ты бы хотела снять видео в деревне? Да, хотела очень. Даже у меня есть такая идея. Даже в мае мы планировали. То есть, мукбанг на свежем воздухе. Я бы вам показала и рассказала про деревню, в которой я родилась. У нас даже в деревне есть кроватка, в которой я спала. Кроватка выглядит супер ужасно. И даже мама говорит, что мне стыдно за эту кроватку. Но все равно. Я бы хотела это все вам показать обязательно. Раньше каждый год ездила в эту деревню, где я родилась. Но сейчас, к сожалению, не всегда получается. В прошлом году, например, все лето я была на работе. То есть, строительная компания. Я не могла взять отпуск. Потому что только устроилась. Но теперь с таким графиком, в общем, я могу поехать, куда я хочу. Вот. Хотя бы на недельку. А вообще, я думаю, что когда я буду... А вообще, я думаю, что когда я буду... В возрасте, на пенсии, я со своим мужем перееду в деревню. Если он тоже захочет. Я думаю, что это классная идея построить домик и уже жить в дальнейшем в деревне. Никому не мешать. Провести интернет. Закупиться продуктами. И свежий воздух. Твоя любимая книга. И вообще, любишь ли ты читать? Я уже не читаю, наверное, художественную литературу где-то на 5 лет точно. Пусть только поступила в университет. Я вообще никакую художественную литературу не читала, потому что полно было и книг по экономике, по мировой экономике, которых необходимо было читать. Потому что, если ты провалишь экзамен, нужно было платить деньги за срез, а потом еще сидеть и изучать этот же предмет. Еще раз. Все, наверное, подумают, что у меня здесь дырка. На самом деле, нет. Эта кофта вот так вот одевается. Вот так вот. Мне просто так неудобно, потому что я кушаю. И я убрала их в рукава. И последний кусочек. На самом деле, пицца была малюсенькая. Съесть ее было несложно. Я люблю так делать. Кто-то лучше, пишите в комментариях. Самый легкий способ приготовления пиццы буквально за 5 минут дома. Пицца на лаваше. Вкусно, сытно. Обалденно. Не надо возиться с тестом и всеми этими претендалами. Пицца на лаваше. На этом все, ребята. Было вкусно. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Не переживайте ни по какому поводу. Все в жизни у нас с вами будет круто. Всем пока.